МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хлопотливый город и сколько в нем сплетен. Такое неприятное впечатление оказал Барнаул на Федора Достоевского, когда в июне 1856 года он впервые здесь оказался. Многие исследователи считают, что в образе города Мордасова в повести «Дядюшкин сон» Достоевский вывел именно Барнаул. И все же потом он даже хлопотал о том, чтобы здесь поселиться. Среди других сибирских городов Барнаул подходил ему больше остальных. Сегодня имя Достоевского носит одна из городских улиц. Инициативная группа даже предлагает переименовать площадь Спартак-2 в площадь Достоевского. В июне 1909 года начал работу крупнейший в дореволюционном Барнауле торговый дом – пассаж купца Ивана Смирнова. П-образное здание занимало целый квартал между улицами Пушкина и Гоголя. К услугам покупателей были обувной, канцелярский, аптечный, галантерейный, винно-бакалейный отделы, шляпная мастерская и даже синематограф. Увы, всего через пять лет во время Первой мировой пьяные призывники разгромили пассаж. Смирнов остановил и даже расширил магазин, но 2 мая 1917 года знаменитый пожар уничтожает торговый дом окончательно. 14 июня 1914 года газета «Жизнь Алтая» писала следующее. За последние дни по Пушкинской и другим центральным улицам по вечерам, развивая предельную скорость, носится какой-то мотоциклетист. Забава эта для мотоциклетиста может и приятно, зато для многих небезопасна, тем более, что от хлопания мотоциклета сильно пугаются лошади. Сто с лишним лет прошло, а многие проблемы в Барнауле остались теми же.